Их приезда ждали сотни журналистов со всего мира. Это 14-летний Володя. Он вместе с мамой два месяца провел в катакомбах Азовстали. По словам Надежды, на завод каждый день сбрасывают тяжелые бомбы. На территории уже большое количество погибших и раненых. Все спасенные мариупольцы утверждают, они выжили лишь благодаря украинским бойцам. Нам очень сильно помогли наши военные украинские, которые возили нам еду в завод и бой. Если бы не они, мы бы, скорее всего, уже просим всех, кого можно, чтобы только вывезли всех оттуда раненых, погибших и военных, живых наших. Наталья со своим 11-летним Данилой пешком шли 20 километров до городка Мангуш, где после так называемой фильтрации рашистов им посчастливилось сесть в эвакуационный автобус с Азовстали. Мы жили в подвале с сыном. Почти не выходили на улицу. Но в подвале было такое, что мне ребенок подходил, я говорила, я голодный. И даже воды не оставалось. Их с сыном, говорит Наталья, спасли соседи, которые не стеснялись выносить из разбитых обстрелами магазинов продукты. Некоторые ходили в магазины грабить еду. А я не могла такое делать. Потом об этом подвале очень жалела. И потом эти люди, которые не стеснялись, они моего ребенка подкармливали еду. Чиновники говорят, до Запорожья доехало только 4 эвакуационных автобуса. Хотя по дороге к мариупольцам должны были подсесть жители оккупированных городков Запорожской области. Автобусов было десятки, пятьдесят автобусов. И когда стало понятно, что больше из Мариуполя не дадут забрать, мы надеялись. И была такая договоренность, что и в Бердянске, и в Токмаке, и в Васильевке нам дадут забрать запорожцев. Соответственно, чтобы они доехали до Запорожья. Но, к сожалению, вторая сторона не предоставила возможности остановиться ни одному автобусу. Вице-премьер Ирина Верещук утверждает, это лишь первый этап спасательной спецоперации правительства ООН и Красного Креста. Дальнейшие зависят от России. В Мариуполе остаются десятки тысяч женщин, детей и пожилых людей. Главное теперь – это взять на себя ответственность. Именно Россия должна взять ответственность, потому что мы обеспечим всем необходимым. Вся логистика отработана, все ответственные есть, кроме России. Некоторые из мариупольцев останутся в Запорожье, другие поедут в западном направлении. По словам Натальи, они с Данилой, скорее всего, попробуют выехать за границу. Продолжение следует...